сейчас еще получше в начале это вообще был капец пол десятого сейчас час назад началась вот эта вот симфония и мы конечно же спали еще она началась и не заканчивается начался ремонт у соседей над нами через один этаж это невероятно то есть слышим а здесь просто колоссальная уникальная нужно сюда найти ученых приглашать чтобы они изучали акустику в этом доме аленка поднялась никого не увидела я потом поднялся увидел чуваков которые делают ремонт арабцы и он такой чё делать еще пару часов такой шняги а потом потом ну потом лучше будет наверное короче потом они видимо отколупают плитку в ванной я не знаю хотя у них еще и на полу плитка отколупывать там квартира с которой съехали и вот именно сейчас в карантин решили сделать такой вот сэкономим время пока жильцов наверно не можем найти вот сделаем ремонтик там классно аленка спрашивает если можно у меня как бы да или у вселенной если это вообще нормально с этических соображений и вообще по закону если можно делать сейчас ремонты я думаю что каких-то ограничений нет судя потому что там сам в домах там какие-то ремонтные работы идут это конечно не тот карантин в котором все 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 сидят дома но из дома особенно на этой неделе работают очень многие очень многие предприятия опять послали всех домой я вот сижу и думаю а каким образом нужно сидеть в таком на таком заводе работать вообще ну вот мне например злит все это злит такая птица птица пицца блин главное конечно без всякого предупреждения знаете там я уже как-то говорил да что в израиле никто никогда мне там писали что а у нас вывешивают объявление ребята где я не жил ни разу никто никого не предупреждает что вот завтра или на следующей неделе у нас начнется ремонт во первых я считаю что для ремонта пол девятого начать это слишком рано но я понимаю что рабочие рано начинают так куда мне поставить кофе где стул где стол но это если в обычный день я вам говорю эта квартира проклята эта квартира кем-то проклята сто процентов знаете три года каких-то проклятий у нас тут не одно так другое не третье так четвертое и все это связано просто с шумом ну теперь еще и с запахами кстати на улице потому что ладно об этом следующий раз черт как работать то при этом так и Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, Аленка поехала в Кешет, взяла киевский торт. Впервые, наверное, мы берем такой киевский тортик здесь. И какое же было разочарование. Что это вообще? Лучше его не открывать. Смотри, я-то ожидал, что он будет высокий хотя бы. И Алена говорит, что вот это его классический вид. Я не знаю, я что-то забыл, видимо. Мне это кажется, что какой-то ребенок малевал. Я помню, в детстве еще были вот тут вот такие мармеладки. Так, цветочек я тебе оставлю. И он какой-то сухой. Мать, он же безешный. Цветочек я такой любил в детстве, точнее. Ну вот я тебе его и оставлю. Он безешный. Он масло сверху и чуть-чуть вот тут вот. А это две безешки, прослоенные с орешками. Ну слушай, мне кажется, что за 47 шекелей или 48 практически, это вообще не очень. Ну это очень мало. И мне кажется, что насколько это плюс, а украинский продукт, но вот это вот, что вкусный. Да. Да? Как взяться? Блин, надо пробовать тогда. Ладно, попробую, потом скажу. Но по цене у нас есть местные там типа Натали или что-то такое, еще есть какая-то фирма. Мне не все нравятся далеко, они слишком сладкие по-израильски. Но они за 50 шекелей реально будут по крайней мере выше. Вот так вот вот. Ну больше, мне кажется. Ладно, попробуем. Так, давайте не отходя от кассы, я попробую, чтобы не растягивать удовольствие. Он был в холодильнике, поэтому вот такой маленький кусочек себе взял. Давайте. Ты знаешь что? Я готов констатировать, что он на вкус реально лучше, чем на выгляд, чем на вид. Он кажется как кусок какой-то окаменелости, но на вкус он абсолютно не такой. На вкус он имеет разную консистенцию слоев. Внутри есть вот эта вот прослоечка крема. Я бы сказал, опять же, для меня сейчас слишком сладко. Но, возможно, раньше это было точно так же, просто я раньше намного больше любил, чтобы более сладко было. Сейчас вот мне нужна такая... Алена делает всегда в половину, да, меньше по рецептуре, и нам это очень нравится. Чаи и так далее тоже, да. Если в детстве клал три ложки сахара маленьких, это почему-то казалось нормой. То сейчас я кладу одну и то так, типа через раз. То вот это я сделал бы менее сладким, все остальное класс. Алена говорит, что вот эта прослоечка была больше, но, возможно, прослоечка больше, если это не мини-тортик. Безе не засохшее, такое как надо, не хрустит прям на зубах, да, но при этом есть у него, ну, держит форму. И я только что почувствовал пару орешков, и они вполне себе придают. То есть прям целенькие такие орешки. Короче, я не знаю, ну, да. На вид оно, как бы, меня не впечатляет, но по вкусу это, наверное, совсем неплохо. Я уже с трудом помню, но Алена говорит, что это очень близко к оригиналу. Ну, это и есть оригинал Рошен. А что ты мне рассказывала, да, что это единственный, ну, Рошен именно выпускает именно вот единственный, кто по оригинальному рецепту, потому что они его выкупили на том же заводе. Так что решайте сами, что вам важно. Внешний вид, можно сказать, это ретро, такое ретро 80-х, да, вот есть машины в стиле ретро 80-х, там, одежда, есть тортики. Сейчас на улице не очень жарко, в принципе, и эти дни, ну, как бы так нормально, знаете, лето очень такое, типа, вот сейчас нормальное. Но вот вечерок, 11 вечером, я не смотрел, сколько там градусов, ну, наверное, может, 26, там, что-то такое. Когда вот ветер, еще нормально, но вечером обычно здесь вот, не здесь, а вообще вот в штиль по Израилю, всему, в основном. Если у вас не так, может быть, вы на севере, то скажите, или в пустыне, где-нибудь, может быть, иначе. Возле моря у нас штиль. Вот такая тема. Получается, что даже если мы выключили кондиционер, попытались на эти походить. Короче, я о чем подумал, что как здесь жили раньше без кондиционеров, это вообще жесть. Это ад, адище. Я сегодня смотрел один ролик. Женщина-эскурсовод рассказывала про Аждот, про его историю, и рассказывала, что Аждота как такового не было, и туда завлекали марокканских репатриантов. Вот, они их посадили на автобусы и поехали. Доехали до Ашкелона и ничего не увидели. И спросили, а где тут город Аждот, город-сад? А им сказали, да хрен его знает, типа нет такого. Им рассказывали, короче, что они едут в большой, классный город. А может быть, они были настолько тупые. Или же не знали еврита, что не поняли, что им рассказывают, что в будущем будет город-сад. Короче, вот так вот. И я думаю, и показали эти, ну, фотографии этих бараков, которые там стояли возле моря, как они это все поднимали. Я думаю, боже ты мой, вот это вот люди, да. Когда ты смотришь на старые кадры вот этих переселенцев сюда, это капец. Это такая, ну как, они гордые, они нереально, да. Хочешь отпахать до конца своих дней? Едь в Израиль. Вот хочешь ручным трудом зарабатывать себе на пропитание до самой смерти? Давай, я тебе... Знаешь, иногда мне кажется, что ничего не поменялось, в принципе. Да. Ладно, пока. Субтитры сделал DimaTorzok